В последний раз я был на Голландии в 2008 году. Я согласен. Я был в этой же флаге. Какие ожидания сегодня? Виктория! Виктория? Виктория, да, виктория. В реальности? Россия будет победить. Но сейчас мы в Шотландию победим 3-1. 3-1. Кто победит у нас? Зюба, конечно. Как уверен вы в этом матче? Не уверен. Не уверен? Не уверен. Мы победим. Это не Бразилия, это Россия. Творная страна. Творная страна! Творная страна Россия! Это не Бразилия, это Россия. Творная страна. В фитпараде голов любимых, на каком месте вот этот сегодняшний? Этот пушка, этот выстрел просто сумасшедший? Фу... Не знаю. В тройку войдет. Привет, дорогие друзья! Я вновь приглашаю вас на футбол. Но не просто на футбол, а в место, которое у меня ассоциируется с абсолютной магией. Знаете почему? Да потому что вот здесь, вот здесь. Последний раз, когда я играл в сборной России, мы все помним. Нога Акинфеева, Испания пока. А сегодня Россия здесь играет в Шотландии. Ну, как всегда, вы понимаете. Пообщаемся с болельщиками, сходим на игру, впитаем эту атмосферу. Поехали! Я вот стою и думаю, у меня вот слово «лужники» в последнее время ассоциируется с подвигом. Почему? Ну, Испания же здесь была повержена. Последний матч сбора России играла на этом стадионе. Испания вылетела из чемпионата мира. И погода сегодня такая, что тоже какой-то немножко подвиг есть, да, чтобы прийти сюда. Вот ты согласен со мной, что этот стадион подвига? Нет, это не подвиг. Подвиг это, наверное, когда было минут 40, да, и народу пришел. А так какой-то подвиг. Это нормальная для нас погода. Типичная московская погода осенью. Ну, знаете, какой здесь можно будет. Ну, как вы считаете, после того самого матча вот с Испанией, да, я на нем был, вот я шел и понимал, что все вокруг просто плачут от счастья. Реально у нас сборная получила еще большую поддержку, чем она была? Да, я думаю, этот матч был такой отправной точкой, когда в сбору я все-таки поверили. Когда стали ходить на нее, болеть. У нас даже, я сам из города Самары, и у нас после этого матча появился на фасаде дома огромный рисунок на девятиэтажке, где запечатлен у нас Нага Кенфеев, который он убивал, то есть Дзюба, которая отдает честь. Ну, соответственно, чертес. Ну, на самом деле, это на большие эмоции. Это, наверное, на всю жизнь, чемпионат мира России. Он стал для многих, наверное, детей отправной точкой. Ну, а для нас, как для болельщиков, это была большая радость. Последний раз такой был на Голландии в 2008 году. Согласен. Вот, кстати, тогда я был в этом же флаге. Здорово. На Голландии. Он для меня счастливый, поэтому я надеюсь, что и на Евро 2020 мы будем так же успешно наступать, как и в 2008 году. Мы будем, то есть это уже свершившийся факт практически, да, вы уверены? Ну, таких вариантов нет. У нас впереди Кипр. Ну, 1-1, если мы сыграем здесь, или там 1-1, мы уже попадаем. Ну, вот ладно, мы проехали чемпионат мира, да, то есть был вот этот всплеск эмоций и так далее. А сейчас сборная вам нравится, как она играет? Некоторые говорят, что скучновато стало играть. Есть чего стремиться, конечно. И как бы она, если шанс на пределах нет, то есть играем на своем уровне, который сейчас есть, на который можем себе позволить, на который способны. Не, ну и зименька появилась, вот. Немножко, конечно, переживая за то, что у нас команда возрастная, тот же Жирков, который бороздит шикарную в своем возрасте бровку, но что будет дальше, смена молодежи. Она есть, подходит, но все равно. Вот мне понравилось, что наш самарский командный предсовет Соболев вызван в сборную. Но его нет в составе сегодня? Ну, к сожалению, нет. Ну, все-таки вызван уже какой-то шажок, потому что молодой парень, перспективный. Молодых надо подтягиваться, они есть. Чалов? Чалов, Чалов, да. Где Чалов, где Федя? Все говорят, где Чалов? Да, 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 совершенно верно. Но вы сегодня позитивно настроены, то есть думаете, что сегодня победа будет, да? Ну, мы настроены позитивно, а в любом случае, играть нужно на победу. Поражение нас не устроит. Давайте просто устроим праздник футболу всем москвичам, всей России. Это самое главное. Их немного, но они горды. Что вы ожидаете сегодня? Виктория. Виктория? Виктория, да, виктория. Виктория, да. Россия, ваше время. Прошу, извините, смотри. Вскоколады три, Россия, ваше время. Окей, вскоколады два. Эндий Робертсон, два. Эндий Робертсон. Он играет в Ливерполь. Шанклинг, он прыгает. Лорен Шанклинг, он прыгает. Ваше время, как ты сюда не был. Шанклинг. Я помню, что это было как вчера, когда я шел по этой же самой аллее от Лужников после матча с Испанией, когда никто вообще даже не предполагал, что может такое быть. И этот совершенно невероятный сейв Акинфеева. Я помню, я иду вокруг меня совершенно просто... Ну, конечно. Правда же? Народу полно. В общем, как и сейчас, но, наверное, в чуть меньшей степени, тогда люди просто сходили с ума от счастья, потому что... Ну, кто ожидал, что мы с Панем играем? Я про тот самый матч говорю. А, ну нет, конечно. Никто не ожидал, правильно? Нет, конечно, никто не ожидал. Но сейчас мы Шотландию прибьем 3-1. 3-1. Кто забьет у нас? Зиуба, конечно. Ну, отлично. Хороший план. Хатрик? Нет, не сделаю. Так, в какой городе в Скотландии вы путешествуете? Глазго. Глазго. И Лидс. И Лидс. Лидс и Ренгульки. Да, да, я знаю. Что такое? Я имею в виду, что это не так сильно отличается от Скотландии, да? Глазго в том числе, как Москва. Так, нет разницы в любом случае. Температура, climatic conditions, это не так же. Вы знаете, что русские любят брать все время. Когда кто-то приходит сюда, мы имеем в хренье, и люди не могут снять. Но для СКОТЛАННЫЙ, это почти так же, не так? Мы сняли в хренье, да. Мы сняли в хренье, да. Мы сняли в хренье, да. Мы сняли в хренье. В хренье. Не так же, когда в winterе, но в холоде и в холоде. Как вы уверены в этом матче? Не в целом. Не в целом. Мы сняли в хренье, но мы победили вчера. И мы сняли в хренье. И мы сняли в хренье. Мы сняли в хренье, и в хренье. Мы сняли в хренье. И в хренье. Это университет. Так что сегодня не так много реалов, да? Нет, мы не будем квалифицировать в этот группе, поэтому если мы не будем в хренье, то не важно. Мы сняли в хренье. 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 Он хороший игрок. Он хорошо для СКОТЛАНДА. Извините, он играет с игроками для СКОТЛАНДА, которые не так хороши, как игроками Ливерполь. Честно. Мы сняли в хренье. Мы сняли в хренье. Он хороший игрок. Но он использовал системы. И это совершенно другой системы. В вашем представлении, тот матч поменял вообще отношения к нашей сборной? Конечно. И тот матч перед этим. Вообще и сборная изменилась очень до этого времени. Перед чемпионатом мира, как все относились. И как сейчас. Сейчас намного все лучше стало. И игра, и намного интереснее стало. И вообще развитие футбола в России пошло лучше. Вам нравится, как играет сейчас сборная? Потому что некоторые считают, что немножко скучновато. Такой сухой футбол местами. Но я не согласен. Я тоже не согласен с этим. Мне тоже нравится, как играет сборная. Инициатива молодежи. Сколько после чемпионата мира все подтянулось. Все интересно. А где же такие люди, как Федя Чалов, например? Соболева вызвали, но сегодня нет в запасе. Это я не могу сказать. Это Черчесов должен решать. Это как бы главный тренер. Но к Стасу все равно доверие высочайшее, да? Конечно, да. У сын одежды до сих пор мы в них верим, да? Да, да. Последний вопрос, самый примитивный. Что вы ожидаете от сегодняшней игры? Только победы. Только победы. Россия вперед. Со счетом? 3-0. 3-0. Россия вперед. Россия вперед. Россия вперед. Россия вперед. А где мы вперед? 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 Вот он, дух дружбы международный. Часто видите шотландца, который кричит слово «Россия»? Я, по-моему, первый раз вижу. Ну и уж простите сразу тогда за ностальгию, за такое ее количество, друзья. Но я помню, когда еще закончился матч, собственно говоря, финальный, когда я за просто 20 минут до финального СССР выбежал, чтобы попасть на прямой эфир. И через буквально две минуты начался проливнющий просто страшный тотальный ливень. Мы тогда все промокли, и непонятно было, что это, как в старой песне. Дождь или слезы. Но это было тоже, конечно, здорово. Так хочется вот просто этот момент, как будто, знаете, положить в бутылку и оставить с собой на всю жизнь. Чемпионат мира был, конечно, просто невероятен. Как вы думаете, после того матча с Испанией, вообще наша сборная, ее наконец-то любят теперь в народе? Я думаю, да. И женщины, и дети. Ну, как раньше, там, мужчины, может быть, позже. А сейчас все женщины и дети стали тянуться, ходят на стадион, задерживаясь в России. Я думаю, да. Особенно большую роль сыгралка из Чемпионата мира. Ну, вот в футбольном плане. Вот мы Чемпионат мира проехали, да? То есть он уже закончился, все. Вот как вам сейчас сборная? Вам нравится, как она играет? Да, конечно. Ну, по сравнению с прошлыми, я забыл. Ну, а сегодняшний соперник сборная Шотландии начала отбор довольно бодро. Выиграли первые два матча. А потом четыре проиграли. В том числе и сборная России, кстати. Шансов у них почти не осталось. Но все равно некая интрига сохраняется. Потому что сборная Кипра выиграла у сборной Казахстана. Если бы они сыграли ничью, то победа России автоматически выводила бы ее на Евро. Поэтому сегодня, в принципе, может быть все. Шотландцы, они же горные парни и очень серьезные. Поэтому посмотрим, что получится. Внутрь идем. Шотландцы, они же горные парни и очень серьезные. Я любимая наша страна, могучая вода, великая слава, твое достояние на всех временах. Почти переполненная чаша. Вообще прям приятнейшие воспоминания. Погнали. Россия и Шотландия. Фабио. Воронеже, что это за пьян? Не знаю. Ну, когда из главы команды, не знаю, у защиты танк. Лучше нападающие, думаю. Может быть нападающие за сборную, потому что нападающие шотланды очень плохо. Да. Вообще ни о чем. Момент есть. А, раз и момент это. Ну что, первый тайм закончился. Россия, наверное, играла чуть получше, чем гости. Гости что-то совсем какие-то невнятные. Вот там вот эти вот ребята, предельно колоритные, немножко даже заскучали и практически не поют. Ну, в общем, перерыв 0-0. Посмотрим. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Честно вам признаюсь, тот прошлый матч России в Лужниках был одним из самых скучных, но одним из самых запоминающихся, естественно. Но сейчас просто какой-то электрический футбол. Просто атака за атакой. И сейчас чуть третье не забили. Огонь. Сборная ты или это? Можно смело сказать, что на сборной Шотландии поставлен нет Ребят, что нам в Шотландии-то плохого сделало? Часы не ноль Абсолютный герой И как просто его обожают И как просто его обожают И как Все, 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 все Педаль еще 4-0 Скажи мне, ты ожидал, что будет такой счет 4-0? 4-0 нет Я знаю, что Шотландия не слабая команда Но возле первого тайма 0-0, 4-0 между, но второй тайм 4-0 Он хорошо играл В Шотландии чуть-чуть получше, чем в Саудовской Аравии Чуть-чуть, да? Чуть-чуть, немного На один гол На один гол Один гол И 50% лучше, чем в Саммарине В Саммарине 8-0 О, 65 тысяч человек О, 65 тысяч человек, можно так Это футбольная страна Это футбольная страна, Россия Это не Бразилия, это Россия Футбольная страна В хит-параде голов, любимых, на каком месте вот этот сегодняшний, эта пушка, этот выстрел просто сумасшедший О, не знаю Ну, в тройку войдет Медведь от нее стояло в остановке, а в основном, где были они? Мы пришли от дома Мы нужно, во-первых, кращать во-первых Это как мы хотели посетить У нас в пещере, в напряжении Я могла быть более припит elle Потому что, видимо, скрывать, мне первое и первое priority И я должна продавать все планы Продолжение следует... 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 Поэтому, ладно, сегодня мы пока можем отмечать эту победу, потому что была великолепная атмосфера здесь в Лужнике. Но завтра мы уже должны думать об Кипре, потому что настроить на эту игру очень серьезно. Приятное же ощущение, черт побери, идти опять по этой же самой аллее от Лужников и опять с победой. Ну, конечно, может быть не такой значимый и весомый, как тогда, в июле, в июне еще, 2017 года. Но, тем не менее, 4-0, просто уничтожение Шотландии и на маленький-маленький шаг Россия приблизилась к Евро 2020. Друзья, надеюсь, что вам понравился блог, подписывайтесь, лайкайте, шерпьте, комментарии оставляйте, буду всегда с вами общаться с радостью. А в понедельник, в понедельник вы уже увидите супер-мегабомбу, эксклюзив, интервью с президентом УЕФА на моем канале. Спасибо, что были со мной. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok